Мой взгляд, с Лениным сравнить в мировой истории никого нельзя. Такого влияния, как оказал Ленин на мировую историю, и вот этот феномен, да, действительно, Сергей Иванович сказал, ты или ты, да, пять лет он был у власти. Это вообще феноменальный человек, который пришел ниоткуда. Вообще появился в общем ниоткуда. Ничего он не разрушал, никакую империю не разрушал, правильно Сергей Иванович сказал. Империя была полностью разрушена к тому моменту, когда он пришел к власти. И война была проиграна из-за временного правительства, которое опубликовало приказ номер один злополучный, который вводил в армии, так сказать, солдатские комитеты. Это не Ленин сделал, после чего армия рухнула, поскольку не было единоначалия. Это сделал временное правительство, так известный приказ номер один, некто забытый сегодня, господин Соколов такой был персонаж. Вот, собственно, Ленин правильно говорил, он подобрал власть на улице, она валялась на улице. В течение пяти лет для того, чтобы понять, что происходило в России, надо читать художественную литературу. Почитайте Бабеля, Шолохова, почитайте Россия кровью умытая. Это катастрофа была, катастрофа тотальная. Это миллионы людей с оружием, озлобленных, озверевших. Эта страна не должна была существовать вообще, она должна была самоуничтожиться. И то, что он действительно сумел с помощью 20 тысяч, говорит, сегодня они всех задавили. Да кого они могли задавить? Но сила убеждения, сила идеи была такова. Он был настоящий, на самом деле, русский националист по существу. И в нем увидели человека, который может собрать страну. Поэтому за него большая часть офицеров царских, она воевала в Красной Армии по этому. Но самое поразительное, это его влияние. Слушайте, он изменил весь мир. Он изменил весь мир и до сих пор меняет. Вы посмотрите, как китайцы приходят к мавзолею. Слушайте, вы не забывайте, полтора миллиарда человек до сих пор искренне верят в него. Абсолютно искренне, это во всем. Но он изменил вся колониальная сеть. Что такое был мир в то время? Он был полностью под контролем, так сказать, западных стран. Это был... Фактически был создан современный Китай, современная Индия, вся современная Африка, вся Латинская Америка. Все это было, все это изменилось под влиянием Ленина. Я хорошо помню свой первый шок от этого понимания. Когда я приехал молодым человеком на фестиваль Мордельплаты в Аргентину. Это был 1985 год. И я как бы пропитанный неким элементом цинизма уже советской молодежи. И у меня был переводчик, который сказал, тут есть старый коммунист, он хочет вас увидеть. Я говорю, а что такое? Он говорит, ну понимаете, он очень хотел, вы из Советского Союза. Я пришел там, пожилой человек, аргентинец, он достал бутылку вина и сказал, это вино сто лет назад мои предки приехали из Испании. Они сказали, ты его откроешь, мы передаемся по наследству. В самый важный день. Я его сейчас открою. Я говорю, а в чем дело? Он говорит, как в чем дело? Вы же из страны Ленина. У меня какой-то шок был. Слушайте. И это люди, и так люди верят и до сих пор. Это колоссально. То, что мы выкинули, пытались выкинуть Ленина из истории. Это, во-первых, глупость, во-вторых, это неблагодарность, а в-третьих, это нам, так сказать, и дает свои плоды. Это удивительно. Это фигура, которой можно абсолютно мирового масштаба фигура, никакой Юлий Цезарь, никакой Александр Македонский, никакой Наполеон не может сравниться с этой фигурой по тому влиянию, которое она изменила мир. Самое главное, все приписывания, правильно Сергей Романович сказал, жестокость Ленина. Да не было этого. Не было никакой сверхжестокости. Не было, если мы говорим остальные репрессии, их справедливо говорим. Но нельзя то же самое говорить о Ленине. Да, он принимал решение порой, так сказать, но это не было порой жесткие. Но по-другому в этой стране нельзя было в тот момент действовать. 400 священников, это не жестокость? Сколько? Каких 400 священников? Это письма Ленина. Это что? Письма? Неважно. Ни что? Назовите письмо. Какие письма? Ну какие, понимаете, мы все время слышим. Там 400 священников. Тут он приказал расстрелять. Да, он говорил о том, что нужно применять красный террор. Расстреливали. Что? Заложников брали невинных. Да неважно сколько всего. Слушай, Николай. Ребят, сколько вам надо? Невинных людей. А у Бранцуза в деятельности и не было. А у тебя, Ленцов, Бранцуза в деятельности и не было. Генерал Грант не расстреливал? Слушай, невозможно на Ленина повесить все грехи гражданской войны. Понимаешь? Это была гражданская война, где, когда начинается белый террор, на ответ говорит, пойди прочь противный. Я же не оправдываю террор. А как это делаешь? А как еще бороться с террором? Генерал Грант. А вот современный Израиль, например, берет и разрушает дома. Если из этого дома человек пошел и совершил теракт. Это жестоко. Хорошо. В любом случае, в любом случае. Выкинуть, выкинуть. Что вы несете? У меня там знакомые, которые говорят, кого они именно в таких случаях убивают. Выкинуть эту фигуру из истории, это величайший дух. Хочу напомнить, во-первых, вы перебиваете к Орен Герщу, а затем вы опять пытаетесь судить время. Дайте я закончу. Через призму столет, привнося нынешнее представление в то время, забывая, что это было абсолютной нормой. Потому что, исходя из этого, нет ни одного мирового лидера, который бы соответствовал современным требованиям гуманизма. Вы их просто не найдете. Вы должны или по тому времени судить, или по этому шантазу. Нет, ты всегда судишь по тому времени. Ты не можешь судить исторического деятеля по своим нынешним этическим нормам. Никогда не получится. Абсолютно невозможно. И меня, как художника, конечно, ну вот Володина, он делает фильм, сделал сериал очень хороший. Сейчас фильм делают про Ленину, этим больше занялся. Но меня, конечно, я не могу понять вообще до конца масштаб этой фигуры. Я не могу понять. Этот человек действительно, как он аккумулировал, в нем была аккумулирована какая-то фантастическая энергия. Сверхчеловеческая действительно энергия. Это было что-то запредельное. Ты говоришь, кем он был? Он был и философом. Потому что, на самом деле, до сих пор, если кто-то советует почитать его работы, в них очень много актуально. В них очень много понятного того, что происходит сегодня в мире. Он был действительно великим политиком. Он был и тактиком, и стратегом. Он был полководцем, он соединял в себе абсолютно все. И в этом смысле, конечно... Леонардо да Винчи в политике? Да. Это что? Да. Это что-то было. И как вот это... Вот надо сказать, Россия порой совершенно производит невероятные энергии людей. Я, кстати, не согласен, Николай, что, так сказать, Петр Первый не оказал. Петр Первый оказал колоссальное вообще влияние на всю европейскую политику и на всю европейскую жизнь. Как же он не оказывал влияние? Но я здесь, наверное, даже больше соглашусь с Николаем, потому что уровень влияния Ленина... Нет, нет, я не знаю. ...выше, чем у любого российского политического действия. Можно сказать, что весь современный мир создан Лениным. Либо по борьбе с Лениным. Вот такое-то, с его достоинствами, недостатками. Но и последнее, скажу, идеи коммунизма нельзя вешать на Ленина, так сказать, да, действительно, коммунизм сопровождался многими жертвами. Совершенно верно. Но ведь и христианство сопровождалось многими жертвами. Ведь любая, так сказать, такая масштабнейшая идея, она всегда, к сожалению, сопровождается жертвами. Нельзя же Иисуса Христа обвинять в том, что была инквизиция. Он разве в этом виноват? Спасибо.